Привет мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня у меня на обзоре набор от Влада А4, посвященный Дню Всех Влюбленных. Покупал в магазине Перекресток по акции за 150 рублей. Здесь сразу изображено, что входит в состав этого набора. Это у нас сухарики богатырская шаурма, которую я уже пробовал. Также подушечки со вкусом клубники, а также шока дрожжей. Это прям супер-супер новинка. Я на самом деле надеюсь, что внутри будет какая-нибудь открыточка, иначе это просто разобьет мне сердце. Команда Влада, конечно, молодцы. Видимо, у них были хорошие продажи их новогодних наборов, и они решили сделать набор еще и на 14 февраля. Ждем теперь набор на 23 февраля, на 8 марта, на Пасху, на 1, на 9 мая и так далее. Ну и приступим, собственно, к распаковке. Не буду заглядывать внутрь, буду доставать по одному, как пойдет. Блин, шока дрожжей. Я, честно говоря, хотел попробовать его в конце. Я его еще не пробовал, в Питере его на самом деле вообще невозможно купить нигде. Это у нас шока дрожжей, два шоколада. Изготовитель, фабрика с крупской. Я знаю фабрику крупской, но, видимо, это тоже самое. Но это вроде как старая фабрика, они должны сделать уметь конфеты. Внутри вот такие вот конфетки в белой и черной глазури. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе глубока ли кроличья нара. Ну мы начнем с белой. Ну внутри, кстати, не орехи, а просто кукуруза. Но сам белый шоколад довольно-таки вкусный, на самом деле мне нравится. Теперь оценим черную. А знаете, неплохо, опять-таки, вкус шоколада мне нравится. Я, конечно, понимаю, что кукурузная начинка сделана для удешевления продукта. Но в конечном итоге получилось неплохо. Вкус начинки не перетягивает на себя одеяло и больше чувствуется вкус шоколадной глазури. Давайте посмотрим, что там есть еще. Дальше мы будем пробовать шухарики с шаурмой. Я эти сухарики уже пробовал, ролик есть у меня на канале. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Пожалуй, главная фишка сухариков и чипсов от Влада А4, это то, что у них прокрашенная изнутри упаковка. Выглядит очень симпатично, хотя, по сути, внутри обычные сухарики. У них прикольный аромат копченой колбасы. Пробуем. Я на 100% уверен, что у этих сухариков новый вкус. Пишите в комментариях, если вы тоже это заметили. Я очень хорошо помню, что раньше, чтобы почувствовать вкус этих сухариков, нужно было съесть сразу несколько штук. А тут ты ешь одну и сразу чувствуешь вкус копченой колбасы. Плюс вкус раньше у них тоже был другой, а теперь вкус, как я уже сказал, копченой колбасы. Мне понравилось в первый раз, мне понравилось и сейчас. Единственное, мне кажется, что они могли бы с этим вкусом сделать сухарики с новым названием, но они почему-то выбрали старые. Поехали дальше. Ну и по сути, у нас осталась только одна позиция, и это у нас подушечки с клубникой. Они уже давно продаются в магнитах Дикте, но я их до сих пор не пробовал. Буду пробовать сейчас первый раз. Внутри упаковка тоже красиво прокрашена. Изготовитель ООО Хрустаем, Челябинская область. Знаю только, что они делают для Ашаны и для Ленты готовые завтраки. На пачке у нас, кстати, изображен Влад Гонщик. Но аромат очень сильно клубнично-сливочный. Сегодня я не буду замачивать их в молоке, сделаю это в следующий раз. Обязательно посмотри, сегодня попробую просто так. Без молока они, конечно, довольно-таки жесткие. Теста в два раза больше, чем начинки. Но начинки все равно довольно-таки много, на мой взгляд. В общем и целом, на мой взгляд, вкусные подушечки. Я бы не сказал, что я часто что-то подобное употребляю. Поэтому мне, увы, не с чем сравнить. Но мне это, по сути, нравится. По крайней мере, вот если без молока в сухую это есть. Ну и что у нас остается? По сути, ничего. Пустая коробка. Увы, открытку они не положили. В отличие от новогоднего набора. Это, на мой взгляд, огромный минус. Могли бы хотя бы небольшую Валентинку в этот наборчик положить. В общем и целом, все содержимое набора, на мой взгляд, вкусное. Но сам набор своих денег не стоит. Потому что, по отдельности, все это купить стоит дешевле. Единственная его ценность заключается в том, что на данный момент в Питере невозможно купить шокодороже. А если вам не терпится их попробовать, ну тогда вам придется покупать этот набор. На моем канале есть куча обзоров на Хрючево от Влада А4. Если вы их еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить обзоры на новую продукцию от Влада А4. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Меня зовут Максим. Всем удачи.